портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня меня зовут александр гурарье мы продолжаем выпуск иран продолжает нагнетать обострять ситуацию причем обостряет он ее на всех фронтах это и хуситы которые продолжают препятствовать мировому мореходству это и хизбалла которая продолжает обстрелы израиля израиль отвечает обстановка накаляется с каждым днем то есть в любой момент это все может скатиться в большую войну ну и про иранские милиции то есть иранские прокси обстреляли сегодня военную базу соединенных штатов в иордании эта база находится на границе на стыке границы иордании и ирака и сирии и вот есть несколько погибших то есть насколько мы помним два или три американских военнослужащих погибли и более 25 военнослужащих ранен это предварительная информация она еще уточняется с нами востоковед и граниста михаил бородкин автор и ведущий телеграм-канала и сайта ориент экспресс михаил добрый вечер здравствуйте да добрый вечер ну давайте начнем все таки с обстрела американской базы вот что я хочу понять мы все время слышим со всех сторон что иран не заинтересован в обострении в том чтобы получить сейчас ответку так сказать от соединенных штатов иран как бы заинтересован поддерживать на определенном градусе но не но не заинтересован в обострении вот сейчас мы наблюдаем в общем-то обратную картину то есть иран идет ва-банк так ли это ну я уж не могу не знаю идет ли он ва-банк или нет но я думаю что они просто рассчитывают на то что ответного удара по самому ирану не будет то есть они ведут такую политику усиление давления на соединенные штаты на ближнем востоке плюс одновременно там повышает свои свою популярность в определенных кругах на ближнем востоке же вот но они при этом видимо исходят из того что ответного удара не будет например после вот этого обстрела базы жордании я читал в иранские сми были комментарии естественно тему было конечно официальное заявление со стороны ирана что мы тут ни при чем вот это вообще никакого отношения к нам не имеет ну как всегда у них говорится это все сделали значит силы сопротивления которые которым мы приказов не отдаем они сами знают что делать вот и значит обсуждались варианты что может быть дальше как будет дальше развиваться ситуация какая будет там напряженность в отношениях между ираном и соединенными штатами вот и все сходятся на том что удар соединенных штатов по самому ирану это самое маловероятное развитие событий вот скорее всего американцы максимум что они могут сделать это ответить ударами по базам вот этих вот про иранских группировок там но это уже было михаев это уже было то есть они уже отвечают там в ираке военные базы американские уже обстреливались они они отвечают они ударяют по хуситам они ударяют но здесь как бы идет такое уже погибшие американские солдаты это вынудит байдена сделать что-то более ну там так скажем более героическое сейчас мы к этому зайдем да а еще из других моментов рассматривалась возможность расширения операции против хусита там какая-то тоже вот но еще раз повторю главная точка зрения что прямого столкновения прямой конфронтации не будет они при этом цитировали даже по моему заявление центкома центрального команды американских войск на ближнем востоке которая заявила что мы там не хотим войны с ираном то есть мы там непримерно ответим но в таком духе что иран может не бояться за себя вот с другой стороны как вы отметили на байдена тоже начинается усиливаться давление вот требует действовать потому что это невозможно не реагировать на провокации которые осуществляются однозначно ирана пришел чтобы там тегеран не рассказывал про то что это все значит силы сопротивления которые сами что-то там делают все прекрасно понимают что все иран и но у байдена тоже он при этом какие-то свои расчеты видимо недаром после терактов 7 октября он там сразу сказал один раз повторял что иранка нет доказательств что иран к этому причастен там ну и так далее то есть он давал так сказать все основания иранца посчитать что он сам первую очередь он не хочет этой самой эскалации конфронтации поэтому иран ее особо он ее тоже не хочет но он ее не боится вот и не боится в том смысле что они думают что и не будет что американцы будут терпеть мы они как я уже там говорил они проверяют как долго будет терпеть возвращаясь к байзену у него есть разные варианты это тоже и некоторые считают что там эксперты полагают что возможно он попробовать провести операцию в духе трампа и ликвидировать как генерал иранск например чем так демонстративно что было ясно что это концы чем каком-то видимо тоже вот уровне касса ма сулеймани то есть какого-либо его преемника либо исмаила каани либо кого-то другого из сил алькутс то есть того кто отвечает за связи вот с этими прокси да с этими группировками которые действуют в сирии и в иране в сирии в ираке и имени и всеми остальным ливане вот это вот считают что тот самый вероятный вариант ответа который выберут американцы или проведут какую-то операцию очень тайную на территории ирана такую чтобы никто не подумал что это американцы ну в смысле все понимали что это американцы на ответственности не брать не будут тоже в общем что-то такое это это то что пишут западной прессе да то есть то что думают какие мы будут люди обсуждают действительно эксперты пытаются понять какие могут быть следующие шаги американского руководства я лично считаю что все-таки иранский вариант ближе к к теме потому что баден отчаянно боится увязнуть ближневосточный большой бежневосточной войне перед выборами он этого не хочет очевидным образом не хочет а соответственно и ранее тоже это понимают и всячески вы идут на вот эти провокации на обострение на эскалацию напряженности опять же это не значит что они все делают правильно что их расчет абсолютно верен они могут поэтому очень сильно ошибиться и в конце концов в иране тоже тоже неоднократно говорил что у вас не самые адекватные люди находятся поэтому все это возможно но пока вот они их расчет верят да не испытывают американское терпение и пока испытывают удачно для себя михаил а вот вы говорите в иране не самые адекватные люди власти в общем-то с этим трудно поспорить а если там адекватные во власти то есть но я имею ввиду может быть не на самых высоких должностях но вот какая-то альтернатива то есть ну или или всю всю альтернативу давно сгубили сгноили погубили последнее время зачистили основательно не по тюрьмам конечно другой уровень но вот был предыдущий президент хасан рухани который относился к так называемым реформистским кругом и вот его сторонники которые считали что западом надо искать точки соприкосновения не нужно обострять не нужно набитать вот они были последнее время их убирают отовсюду то есть они теряют позиции и на их места приходят консерваторы вот там нынешний президент имбрагима и си он очень консервативная фигура вот и естественно что корпус стражей исламской революции он абсолютно консервативен и нужно понимать что даже если бы реформисты сейчас были у власти на корпус у них влияние равно примерно нулю потому что он подчиняется не совсем президенту да он подчиняется скорее разбору то есть полному лидеру вот поэтому там система такая что она не пустит исключен вариант прихода к власти даже просто вот на уровне депутатов парламента для людей которые хоть в чем-то всерьез отклоняются от генеральной партии то есть но реформисты раньше еще как-то пробивались но последнее время уже даже не пробивались у них скоро парламентские выборы и насколько я понял там процедура такая что сначала сначала кандидата должны зарегистрировать его регистрацию проверяют там специальный орган который состоит из людей назначаемых верховным лидером на половину напрямую на половину чекиста юстиции которого тоже назначает в общем считайте что это его абсолютно назначенцы и вот эти вот этот аппарат он проверяет кандидатов на соответствии нормам исламского государства грубо говоря вот и там тех кто этим нормам не соответствует просто не допускают до выборов и поэтому там те кто прошли этот цев как правило там не увидеть большой спектр взглядов да там не увидеть что у них там разные какие-то политические программы и так далее это все плюс минус получаются люди из одной так сказать обоймы поэтому надеяться что там на власти могут оказаться какие-то умеренные люди или хотя бы программа прагматичные последние годы не получается то есть в основном там как раз более более менее жесткие консерваторы которые настроены непримиримо по отношению к западу видимо они такие именно люди больше импонируют да веселенькая перспективка но давайте посмотрим что происходит у нас на севере насколько на ваш взгляд продолжается влияние ирана на хизбаллу то есть хизбалла имеет какое-то то что называется на ивритих в шию то есть свободу действия до или она точно вот идет по направлению указанному ирану и судя по тому что мы сейчас наблюдаем а я напоминаю что пару дней назад была атака был удар по военной базе израильской на горе мирон это вторично попали значит наши стали отвечать все более развернуто все более так сказать углубленно то есть в любую минуту как многие считают это может скатиться в совершенно непредсказуемую войну итог который в общем-то предсказуем но для ливана это будет это будет очень тяжелая война для израиля но она будет очень тяжелая и в общем-то скажем так разрушительная и роковая для ливана понимает ли это хизбалла и готовы ли они как бы противостоять этому ну они они все понимают у них отношения с ираном такие это как партнерство такое да но один партнер конечно младший и совсем идти наперекор воле старшего партнера они не могут и если поступает прямой приказ они его исполняют но старший партнер тоже относится к ним там с уважением да и вот конкретно хасан насрала он корпусе стражи исламской революции он считается человеком который прекрасно лучше всех знает что такое израиль поэтому ему доверяют его мнению доверяются если он там им скажет что сейчас не время воевать его скорее всего к нему прислушиваться то есть у них такие консультации проходят постоянно да там чтобы вы предложили сделать как бы по вашему стоило поступить сейчас давайте попробуем вот это вот в таком духе примерно ну вот если конечно нет какой-то уж там выходящий из-за дома ситуации когда с ираном придет прямой приказ и естественно он его еще от повтори он его не может ему придется выполнить вот но при этом да он имеет собору действий на данный момент ему видимо его устраивает поддержание вот это вот эскалации напряженности я кстати думаю что они на самом деле исходят из того что пока идет война в секторе газы никакого удара по ливану не будет то есть у них получается что с одной стороны они заинтересованы в том чтобы эту войну затянуть в газе как можно больше потому что она еще и ну и она действительно оттягивает много ресурсов в конце концов даже там снарядов много тратится слышали что вроде как нехватка какая-то начинается и техника да изнашивается просто даже изнашивается самолеты вертолеты у нас там вроде как нагрузка на вертолеты большая срочно заказывают новые в америке то есть все это способствует тому что они могут рассчитывать и хизбалла и иран в данном случае да они могут рассчитывать на то что удара по хизбалле вот такого быстрого не будет другой стороны мы слышим что выдвинут какой-то ультиматум что вот им дали срок до февраля да что они там должны уйти и так далее на них будет оказываться сильное конечно давление со стороны запада но опять-таки решает вот этот вопрос тоже будет решать иран то есть я не думаю что если тегеране не сочтут что значит можно отойти этот раунд можно так сказать спустить на тормозах и можно отойти то никакой насрала и ливан их интересы никого они тут вообще не будут учитываться им прикажут остаться и воевать до последнего бойца не им придется это делать но я думаю что в тегеране на самом деле сами еще вот потому что все очень сильно будет зависеть от родителей ситуации все перегасы в зависимости от того куда там повернуть дела и исходя из этого не уже там будут последнего это не думаешь у них есть там какой-то конкретный мощный стратегический план потому что мы все-таки видели что операция через хамасовский теракт до тогда они называют операция теракт тематуре он все-таки застал их в расходе ну вот и в том смысле что они вообще не знали что такое это это значит знали они просто не знали когда ну вот но это то тоже особенности отношений хамаса и вот и поэтому они все-таки инициатива была не в их руках и не очень хотя чтобы в то время когда инициатива не в их руках действовать и И опять же, все-таки, еще одна из причин, по которой роль хуситов, она еще сводилась к тому, чтобы оттягивать на себя американские силы, но им приходится и ливанцам, то есть хизболеем, и иранцам учитывать, что Байден-то пригрозил мешаться, тоже совсем провоцировать Израиль на какие-то действия в Ливане, при учете того, что, с учетом того, что Израиль получает полную поддержку американцев в этом случае, и авианосцы, и все такое, в общем, все это им тоже приходится учитывать, поэтому я думаю, что они заинтересованы в поддержании такого вот градуса эскалации с постепенным, возможно, повышением и так далее, но не к переходу к активной войне, но, естественно, ситуация крайне нестабильна, крайне неустойчива, там любой ошибочный выстрел, любой неудачный, неудачный, несмотря как посмотреть запуск ракеты, все это может привести к тому, что вы сказали, о войне с очень тяжелыми последствиями для обеих сторон. То есть мы возвращаемся к началу нашего разговора, то есть все в конечном итоге упирается в нерешительность Байдена и в то, что если бы был нанесен хотя бы превентивный какой-то удар по Ирану, чтобы дать им почувствовать, что, так сказать, серьезные намерения, то на этом можно было бы поставить точку, и, возможно, они бы сразу бы отозвали бы команду ФАС у Хизбаллы и отозвали бы команду ФАС у Хуситов. Я думаю, да. Я думаю, что если бы в Тегеране понимали, насколько решительно настроены американцы и союжники, они бы не рискнули, потому что я все-таки надеюсь, что они понимают настолько несопоставимы силы даже одной американской авианосной группы и всего иранского, то, что у них там летает и еще, да, и так далее. Я думаю, я надеюсь, что они это понимают, и в случае, если бы мы были уверены в том, что это не шутка, что американцы в любой момент готовы развернуть боевые действия против них, то они бы вели себя намного более сдержанно. То есть, а сейчас нам надо только уповать на то, что Байдена там со всех сторон пинают, его, конечно, республиканцы его там смешивают с грязью, что, в общем-то, естественно, и что он все-таки должен будет показать что-то своим избирателям, что за смерть американских военнослужащих он что-то такое сделал. Да, безусловно. Вопрос, что сделает, действительно. Уже видели мы случаи, когда тоже разбомбят три пустых сараи и скажут, ну вот, мы нанесли врагу. Мы победили, да? Да, мы это сами прекрасно видели и проходили неоднократно до 7 октября. Так что все может быть. Но, да, я надеюсь, что агрессор должен встречать отходов однозначно. В противном случае его аппетиты только растут. А вот, кстати, мы говорили про хуситов. Ведь в Красном море Иран не просто, так сказать, науськивает хуситов. То есть, там находятся иранские корабли, которые оказывают им непосредственную помощь. То есть, с одной стороны, они проводят разведку и наводят хуситов на проходящие суда, а с другой стороны, через Иран идет и поставка все. То есть, хуситы же, вот, насколько я понимаю, вы меня поправите, что, в общем-то, весь этот Йемен, я имею в виду хуситская часть, которая захвачена хуситами, а это чуть больше 50% территории Йемена, там как-то 50, 50 и 10. 10% принадлежит, там, непонятно, какой-то группировке. То есть, меньше 50%, там, 40% у, так сказать, официального правительства. То все снабжение идет через порт, который, собственно, с которого они совершают свои набеги. И очень большая доля гуманитарной помощи. То есть, возможно ли таким способом на них воздействовать? Просто перекрыть канавы поставки? Безусловно, возможно, но я слышал, что, опять-таки, я слышал, как в одном источнике, и поэтому не могу участвовать за достоверность, но я слышал, что все уже намного хуже. И поставки они получают, в том числе, через Китай. То есть, что к контрабанде оружия для хуситов причастны каким-то образом еще и китайцы. Но, естественно, что на конфронтацию с Китаем Байден сейчас не пойдет точно ни при каких условиях, ни в каком варианте. Вот, поэтому, но, в принципе, если действительно всерьез заняться этим делом и перехватывать грузы с оружием, которые идут из Ирана, ну, из Ирана они тоже идут, в том числе, то есть, там, опять-таки, масштаб участия Китая в этом деле, он неизвестен абсолютно. Все-таки я считаю, что большая часть это, там, иранские операции тайные по-контрабандистски. Если всерьез заняться пресечением этого, то оно должно, естественно, помочь. Хотя хуситов там утверждает, что они наладили производство ракет самостоятельно. Но все эти ракеты, естественно, иранского образца, и я все-таки подозреваю, что там ресурсы Йемена не позволяют всерьез производить большое количество... Ну, то есть, они максимум сборку могут делать, ну, так сказать, из деталей, которые им поставляют. Сами же они не могут это производить. Я думаю, да. Я думаю, что вряд ли они там сами всю электронную начинку собирают, ну, по-моему, там, паяют платы, микросхемы и так далее. Не потому, что они не умеют, а просто этому можно научиться. Любому можно научить, но просто для этого нужна немножко другая база. Имени ее после, там, десятилетий гражданской войны, вряд ли, я себе плохо представляю, чтобы не было этого возможности. Но я, кстати, когда имел в виду перекрыть каналы поставок, я подразумевал не только оружие, но, насколько я понимаю, вся гуманитарка там идет. То есть, там достаточно голодно, и значительную часть, удельный вес, собственно, и в продовольственных товарах, и в товарах народного потребления, это все идет через порт, это все идет гуманитарка. То есть, если перестать им жертвовать, перестать им, значит, помогать, они там начнут тихонечко загибаться. Это потихоньку начинают делать, кстати. Я так понял, что ряд гуманитарных организаций уже свернули свою деятельность в Гемене, именно потому, что они поняли, что никакая гуманитарная помощь до нуждающихся не доходит. Все это разворовывается и присваивается на более высоком уровне, и в итоге они просто снабжают этих боевиков медикаментами, продуктами питания и другими подобными вещами. Так что это делается потихоньку, но, опять же, к сожалению, мы знаем, что эти головорезы могут очень долго держать, не только эти, во многих странах, они могут очень долго держать миллионы людей в заложниках, и поэтому прекращение гуманитарной помощи, оно вряд ли быстро заставит их остановиться. Ну, это то, что мы наблюдаем в Газе. То есть, был перерыв, потом снова пошла гуманитарка, и снова эта вся гуманитарка идет и распределяется через Хамас, а не через какие-то другие. Я думаю, очень быстро катарская пропаганда начнет в Западе продвигать идею, что американцы уморят голодом 20 миллионов человек, 30 миллионов человек, и, естественно, что начнется сразу сильнейшее общественное давление за то, чтобы эта гуманитарная помощь из основных войн. Так что в ближайшее время, насколько я понимаю, вы считаете, что не будет обострения с Ираном, то есть Соединенные Штаты не решатся на этот удар, и вот это вот медленный котел будет булькать, продолжать еще какой-то там месяц, два, три, четыре, пять, столько, сколько будет идти операция в Газе. Я думаю, что мы увидим постепенную эскалацию, постепенную, потому что я подозреваю, что ответ американцев будет не таким жестким, каким он должен быть, и, соответственно, а это значит, что потом будет следующая провокация подобного года, и следующая, и следующая, и следующая, потому что у Ирана есть там несколько стратегических целей. Одна из них – выдавить американцев с Ближнего Востока. Вот это все происходит в рамках этой самой цели. То есть они усиливают давление, пытаются усиливать давление на американские базы. Одновременно иракский премьер уже заговорил, давайте-ка обсудим сроки выхода всех американских войск из нашей территории. Кстати, сегодня же после вот этого обстрела иорданской базы в иранских СМИ пошли публикации на тему того, что американцы, поймите, вам здесь не рады. Если вы хотите перестать погибать, так собирайтесь и уезжайте отсюда. Прекратите помогать палестинцам и пропадите с Ближнего Востока, и снова будет у вас все хорошо, и мы с вами будем дружать. То есть это идет такая вот общая кампания. Только прекратите помогать израильтянам, наверное. Израильтянам, да, я оговорился, естественно. Прекратите помогать израильтянам в борьбе с Хамас, и наоборот, поддерживайте палестинцев, хотя бы уж таким образом. И главное, уйдите отсюда. Уберите отсюда свои базы и вообще сами уйдите. И Иран продолжает это все делать, да, то есть и как на уровне попыток воздействия на общественное мнение, и так вот усиливая теракты против американских проектов. Михаил, последний вопрос. На каком уровне сейчас находится взаимодействие, связи и сотрудничество Ирана и России? То есть мы этот вопрос месяц назад обсуждали, вот сейчас прошел месяц. Что происходит? Ну вот буквально они должны были подписать, может уже подписали этот новый договор, прошу прощения, что я не могу твердо ответить, подписан ли он уже или только готовится. По-моему подписан все-таки. Договор о новом, новый договор о сотрудничестве, его называют, что это по сути переход сотрудничества в стадию стратегического партнерства. Он меняет предыдущий договор, который был подписан в 2001 году сроком на 10 лет, а потом продлен еще на 10, потом продлевался, но сейчас они создали новый. И там, конечно же, немало внимания уделяется военно-техническому сотрудничеству. Конечно, там часть статей засекречены, но в принципе они сближаются. Сближаются очень сильно. И вот в первую очередь в том, что касается обмена технологиями военными. Обмен, может быть, контракты на оружие будут новые. Потому что мы пока помним только про Су-35, которые Иран начал вроде получать уже. И мы ждем выхода этого сотрудничества на новый уровень. Пока не мере это то, что они задекларировали. Были там визиты высокопоставленных делегаций туда, иранских в Россию, российских в Иран. То есть, в общем, партнерство развивается полным ходом, скажем так. Партнерство крепким. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Михаил Бородкин, иронист, автор и редактор телеграм-канала и сайта Oriental Express. Вылетело из головы в какой-то момент название. Подписывайтесь на телеграм-канал Oriental Express. Там очень интересно. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. До свидания.